Привет из Японии! С вами Наташа. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вас познакомить с новинками японской косметики. Сегодня у нас в обзоре тканевые маски для лица. Все новинки, они как новинки производства, а также новинки на нашем сайте. Одну я купила вот такую большую упаковку 30 штук. И две мне показался очень такой удобный формат, всего по 10 штук. Начнем вот с этой маски. Это маска с экстрактом цинтеллы азиатской и с ретинолом. Цинтелла пока еще не очень известная в Европе средства, но в Азии его используют уже давно. Она обладает способностью подавлять различные проблемы с кожей, такие как прыщи, шрамы от угревой сыпи, улучшает текстуру чувствительной кожи и очень хорошо увлажняет и успокаивает поврежденную кожу. Кроме цинтеллы в маске присутствует ретинол. С ретинолом вы все уже в принципе знакомы. Это разновидность витамина А, которая способствует обновлению кожи, стимулирует выработку коллагена и подавляет секрецию кожного сала. Кроме ретинола и цинтелла в составе маски есть 5 видов церамидов, также ниацинамид и бакучиол. Бакучол еще не очень на слуху, что это за средство, я вам сейчас коротко расскажу. Это натуральный растительный компонент. Он приобрел в последние годы большую популярность, потому что он по свойствам похож на ретинол. Он также уменьшает признаки старения, осветляет пигментацию, борется с акне. Но в то же время бакучол менее раздражает кожу и действует медленнее. То есть проявляться будет свойство его постепенно. Маска очень хорошо увлажняет, также она очень хорошо омолаживает. У меня уже открыто. Вот здесь после того, как откроете, остается такая крышечка. Можно ее всегда закрывать. Очень много пропитки. Я вот уже использовала две маски отсюда. В маске очень много пропитки. Вот так она закрывается после того, как вы ее вытащили, маску. Но еще можно, в принципе, я еще потом кладу в отдельный пакет, чтобы она уже точно не высыхала. Вот так берем руками, вытягиваем одну масочку. Пользоваться ими легко и просто. Ничего сложного. После того, как вы умыли лицо, нанести какой-нибудь лосьон или тоник. И сверху маску. Кстати, вот эти размеры в масках по 10 штук. Они небольшие. Мне на лицо она прямо вот точь-в-точь. После того, как вытащили маску, сразу накладываем ее на лицо. Хорошо разглаживаем на лице. И держим 5-10 минут. После того, как время прошло, маску снимаем. Оставшуюся жидкость похлопывающими мягкими движениями. Вбиваем в кожу. И после того, как маска чуть-чуть подсохнет, то есть питается вот эта жидкость оставшаяся, уже можно наносить крем, которым вы постоянно пользуетесь. После применения маски сразу обратите внимание, как кожа наполнилась, напиталась. Прямо эффект мгновенный. Конечно, пользоваться. Вот 10 штук. В принципе, можно пользоваться каждый день. Мне нравится, что можно подержать всего даже 5 минут. И эффект будет. Так что даже тем, кто очень занят, не любит все вот эти бьюти-процедуры, ну, то есть не то, что любит, не имеет особо времени на это, в принципе, не составит труда ухаживать за собой. Вторая маска. Маска с бакчуолом и цинтеллой. Про бакчуол я уже рассказала, что это натуральный растительный компонент, который очень похож по действию на аретино, только он немного мягче. И также здесь в составе цинтелла азиатская. Маска очень хорошо увлажняет, улучшает структуру кожи, уменьшает признаки старения, осветляет пигментацию. Также в составе этой маски, если кому-то это важно, веганская формула, в ней не используются ингредиенты животного происхождения. Маска содержит 12 видов натуральных растительных ингредиентов. Тоже я уже ее попробовала. В принципе, она похожа на предыдущую, по форме. Вот так же 10 штук входит. Тоже закрывается. Очень хорошая. Тоже очень после нее такая становится кожа упругая, живая. Мелкие морщинки, сухость лица пропадает. На прямовид сразу такой, ну, на несколько лет моложе себя чувствуешь. Эту маску держать нужно всего 3 минуты. Повторяюсь еще тем, кто очень занят, у кого нет много времени на бьюти-процедуры, это идеальный вариант. И третья на сегодня маска. Маска с НМН и 5 видами церамидов. Про НМН я уже много писала и рассказывала. НМН, никотинамид, мононуклеотид. Этот компонент позволяет генерировать новые капилляры для снабжения тканей кислородом и питательными веществами. Быстро проникает в кожу, оказывает стабилизирующее влияние на барьерную функцию кожи, улучшает содержание влаги в роговом слое. Пока что компонент еще новый, но уже у нас появилось много средств. Я вам рекомендую обязательно попробовать. Тут просто супер отличное увлажнение. НМН, 5 видов церамидов. Церамиды, как вы знаете, тоже увлажняют кожу, помогают коже удерживать влагу, защищают от агрессивных факторов окружающей среды. Так, еще здесь используется очень такой пока редкий компонент. Он становится более-более популярным, но пока средств еще с ним мало. Это фильтрованный экстракт дрожжей, который получен из ферментации рисового вина. Увлажняет и питает кожу, улучшает текстуру тон кожи, успокаивает кожу, осветляет пигментацию. Очень мне понравилась эта маска. Она также содержит коллаген, очень хорошая кожа после нее упругая. И масок здесь аж 30 штук. Тем, кто любит постоянно за собой ухаживать, постоянно делать маски, вот хватит этого пакета на месяц. Также он здесь хорошо закрывается. Сейчас я открою сначала. Вот так выглядят эти маски. Они уже побольше, чем предыдущие по размерам. Вот так разворачиваем и наносим на лицо умытое и увлажненное лосьоном. Эту маску тоже достаточно подержать 5-10 минут. И после нее также наносим какой-нибудь крем, которым вы постоянно пользуетесь. Очень советую вам попробовать эти маски. Каждая по-своему хороша. Я даже не знаю, какую выделить. Мне понравились все три. И вот самая такая не агрессивная, самая для чувствительной кожи, я думаю, пойдет вот эта маска, которая содержит цинтеллу и бакчоул. Вот здесь содержится ретинол. Если вы дружите с ретинолом, если у вас нет на него аллергии, очень рекомендую попробовать эту маску. И вот эта маска, это тоже уже новинка из нового поколения. Я еще забыла один такой важный момент, что здесь присутствует новая технология. нано-капсулы, которая доставляется глубоко в роговый слой кожи. Это, конечно, не изобретение этой компании, но в принципе еще такие, довольно-таки редкие для японской косметики моменты. Так что всем, кто любит новое, что-то интересное, неизведанное, попробуйте эту маску. Спасибо за просмотр! Все средства вы можете купить в нашем магазине Tsuchimoto Market. Ссылка будет под видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами была Наташа. Пока-пока!